Очередь сил света запрещать героя. Дорогие друзья, у нас первый матч, такой замечательный матч-открытие сегодняшнего дня. Это Gambit eSports против Virtus.pro. Давайте переходить к драфтам. В ВП взяли у нас Гирокоптера Абадона, забанили уже Лон Друида, Нейчус Профита, Трэнд Протектора, Морфа и Гримстроука, Косэма, Гамбит. У них как-то все очень интересно складывается. Забирают они себе Дума, Пака и Некрофоса. Такие вот три, казалось бы, оффлейнера, но при всем при этом в одном пике. Понятное дело, что интерпретировать их можно по-разному. Ну и сейчас попробуем прочитать, что к чему. Знаете, однажды в паблике я видел, как играл ФНГ на Некрофосе пятой позиции. Я не исключаю того, что, возможно, сейчас как раз и будет Некрофос тоже у нас пятеркой. Но это уже мы решим чуть позднее. Касаемо банов. Убрали у нас Гамбиты, получается, Виспа, Венживол Спирит, Дазла, Дизраптора и Бистмастера. Ни одной какой-то короночки, ни одного корп персонажа не было забанено со стороны Гамбиты. Ну, если не считать Бистмастера, да. Как-то по суппортам однозначно так прошлись. Ну, что ж, очень интересно. Знаете, вчера, посмотрев на драфты в Европейском регионе, да, вот опять же, матч вот этот замечательный Нигму против Ликвид. И также мы немножко задели Го Цен против Адафинем. Вот там все-таки немножко по-другому сцена формируется. Там герои несколько другие, баны другие. И видение доты несколько иное. Вот мне интересно, у кого все-таки посильнее будет. Но это мы узнаем, я думаю, как минимум через пару недель. Уже 20 какого-то там числа, 20 какого-то декабря у нас начнется сингапурский турнир с Тир-1 командами. Вот, как раз туда обязательно приходите, будем смотреть, как же у нас готовы многие Тир-1 команды, как готовы Сикреты, как будут готовы Na'Vi, Virtus.pro и многие другие. Да, что мы имеем в этой карте? Давайте хотя бы предположим как-нибудь, что к чему, есть ли пак на центр, Doom на тройку и куда тогда Некрофоса. Посс-1, ну, так себе смотрится, да, у Гамбитов. Может быть, это пак четверка, Doom тройка и тогда Некрофос идет на центр. Но, с другой стороны, в Гамбит ласт пик, и поэтому хотелось бы, наверное, как раз на последней стадии открываться с Core. Я все-таки думаю, что, возможно, это все-таки Некрофос 5. Я не знаю, насколько это адекватно или насколько это имеет место быть, но, блин, почему бы и нет. Ну ладно, давайте попробуем с ВП хотя бы определиться, у них довольно все просто. Это Абадон тройка, есть еще Найкс. Найкс для команды Гамбит. Вау. Пятерка Найкс. Какой-то... Я не знаю, нет, подождите. Ну, это должен быть Core уже. Тут по-другому... Ну, кто-то из них точно Core. Ну, давайте так. В чем хорош Найкс? Найкс сейчас конкретно хорош в том, что у него бешеный атак спид. В том, что у него дикий наджор, плотность, да. И мы понимаем также прекрасно, что против магов он хороший. Здесь как раз как минимум два мага. Это Скоросмаг, это Гирокоптер. И, в общем-то, довольно удобно должно быть здесь Найксу Кору. Касаемо, да, как я уже говорил, драфта ВП у них все довольно просто. Это Скаймаг четверка, есть Абадон на 3 и Гирокоптер вроде как ПОС-1. Может быть, его в мид поставят, но это уже, мне кажется, будет напрасное решение. Тем более, что есть герои более удобные для этой позиции сейчас. Так, ну что же, ВП. Непростой у них сейчас период, надо забанить. Точнее, надо пикинуть, забанить. Пикинуть, да. Ну, посмотрим, посмотрим, что к чему. Брюмастера забирают. Ну, почему бы и нет, да. Это мы уже видели от Resolution. Тогда получается Абадон, да. Это пятая позиция. Не люблю Абадон на пятой позиции. Абадон на пятой позиции, как правило, от Соло просто бегает, умирает где-то. И как-то не особенно это впечатляет, если честно. Ну, в принципе, из хороших новостей это Best of 3 серия. То есть здесь, в принципе, первая карта, она может ничего не значить, если все у нас ведется к трем картам, да. Как вы понимаете, право на ошибку есть. Притом, у обеих сторон все в порядке. Ну, и что самое главное, если так еще более глобально посмотреть, это Best of 3 серия верхней сетки. То есть есть, грубо говоря, два права на ошибку команд. Можно проиграть сейчас карту, можно проиграть сейчас серию. Ты все еще останешься на квалификациях. Ты все еще будешь бороться за путевку на мажор. Ну, а в самом крайнем случае, даже если ты проигрываешь сейчас в этой плей-офф стадии, да, там два раза по 0-2 отлетаешь, ты падаешь в квалификацию на майнер. Поэтому даже так можно бороться еще на миноре, выиграть минор и пойти на мажор. Ну, то есть очень много вариантов. И в целом должно быть комфортно. С точки зрения психологического фактора, должно быть достаточно комфортным командам. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Иначе я даже не знаю, о чем тут можно еще думать. Да, драфт какой-то совсем необычный у команды Gambit. Они забанили SF, очень сильный герой, безусловно. Сейчас на позиции центра. Ну, и вот что вообще, кто куда идет у Gambit, ничего не понятно. Очень много вариантов. Забанили Брудмазер, забирают себе Вайпер, в итоге Виртус Про. Ну, в ВП хотя бы все более или менее понятно. У них такие хорошие герои. Контроля, правда, маловато, как-то не находите. Один Бримастер только есть. Я, конечно, высоко ценю Бримастера и его контроль карты, да. Мы понимаем, что он раскладывается, у него появляется возможность одного героя поднять циклон, другого застанить. Ну, как бы это все здорово, да. Но при всем при этом у других героев ноль вообще станов. Я не исключаю вероятность того, что сейчас какой-нибудь там Шторм появится или что-то типа того. Ну, или что-то такое неуловимое, знаете. Эмбер Спирит, Шторм, не знаю. По типу таких вот очень мобильных героев. Хотя вообще уже есть замечательный персонаж Пак, да. Его уже тяжело ловить, можно его на центр поставить. Мне кажется, против Вайпера плюс-минус там как-то пойдет у него линия. Вот. Ну, правда, пока вообще ничего не понятно о Gambit. Сейчас они пикнут последнего героя, можно будет сделать какие-то выводы. Касаемо драфта Virtus.pro. Очень сильные герои в целом, довольно такие они неприятные. Что-то в ремастер, тяжело убивать что-то Вайпера. Абаддон подхилит Гирокоптера. Так, ну а здесь у нас Снайпер, да. Что нельзя не отметить, у Virtus.pro абсолютно никакого пуш-потенциала нет. Ну, то есть Абаддон пятой позиции, вы сами понимаете, что это такой себе пушер. Он там, если подойдет, там как-то четыре удара сделать, ему лицо оторвут. Привет Снайперу. Ну, да, ФНГ забирает себе Некровса, таким образом, действительно, такой из паблика Некровс перекочевал в про-сцену. Честно скажу, мне больше драфта нравится в Gambit. Я не знаю, что хотят делать в Virtus.pro, как бы пытаться драться, форсить файт, может быть. Но какого-то геймплея... Ну, опять же, мы смотрим командную доту, да, это про дота. Здесь должны быть какие-то стратегии, здесь должна быть какая-то привязка, какая-то... Не знаю, синергии между героями хотя бы. Но, с другой стороны, смотрю, на драфт Gambit у них тоже синергии нет, но у них герои симпатичнее. Поэтому, честно говоря, не знаю, я бы отдал предпочтение драфту Gambit. Он немножко жадный, но, с другой стороны, лейт перспективы у них лучше. И, как я уже сказал, нечем пушить абсолютно в Virtus.pro. У них нет пуш-потенциала, у них нет контроля. То есть, ловить какого-то пака на четверке будет очень тяжело. Заткнуть здесь можно бремастера благополучно и выиграть файт. Опять же, что не самое последнее и что должно здесь решать, на мой взгляд, это возможность, точнее, невозможность быстро добраться до снайпера. То есть, кто из этих героев как-то сможет добежать до этого персонажа, пытаться затыкать его в вайпер, герокоптер, не похоже на то. Поэтому, честно говоря, по драфту мне больше нравится драфту Gambit. И контроля больше, и подраться они поувереннее могут. Ну и, в принципе, единственное, что линии, да, вот, наверное, на линиях не так все гладко должно быть у Gambit. Но, мне кажется, снайпер справится с вайпером. Касаемо боковых линий, я не знаю, как будут взаимодействовать друг с другом некрофосы и лайфстиллер, но я думаю, ФНГ что-то придумает. Ну и, грубо говоря, да, первым номером в этой карте обязаны играть, безусловно, Virtus.pro. Пытаться будут они агрессировать. Скорее всего, достанется им раннее преимущество. Но, опять же, на камбэке, играя вторым номером, ФНГ и компания должны, на мой взгляд, справляться с этой не такой уж сложной картой для них. Такие замечательные герои у нас. Так, 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 пожалуйста, не надо, не надо только умирать, Дота. Да, первый запуск, первый запуск такой, знаете, бывает. Ну что же, маленькая пауза, она сразу ставится. Лучше сразу паузу посмотреть, нежели чем потом где-то на 30-й минуте игры, в самом важном файте, возможно, на карте. Так, а какие у нас вообще планируются линии со стороны Gambit? Это пак плюс Doom, они очень плотные. Ну, как, пак нет, конечно, но у него хорошая, хорошая мобильность. И shift, и арба, это все очень вкусно. Так, ну и по поводу ВП. Я даже не знаю, что им нужно сделать, душить Найкса в целом можно, опять же, за счет того, что у тебя есть Кайманк на четвертую позицию, это не так-то уж и сложно сделать будет, на самом деле. Тем более, что сейчас с жировиками не особенно удачно справляется Найкс, да, то есть на линии не будет такой дужки, наоборот, будет более такой благоприятный лейн для ВП, если, конечно, они не начудят. Да, ну и вот нам, конечно, показывают самого интересного героя на карте. Вот этот нестандартный некрофос пятой позиции. Ну, я уверен, что никто не знает, вот, вообще никто не знает, что это за некрофос, что он должен делать. Но в паблике, когда я смотрел стрим ФНГ, он выносил себе Мекку до десятой минуты, и, в общем-то, да, это были первые дни после патча, возможно, что-то изменилось, в том числе подход, так сказать, команды, игровой, игроков, может быть, подход. Но, тем не менее, я уверен, что ФНГ не разочарует своих фанатов. Вот, что надо отметить, наверное, так это историю, что у нас очень жадные сапочки появляются на пятой позиции, пятой-четвертой позиции. Баунти руны забирает благополучно сейф руну, как-то очень легко ее отдали гамбиты, но и в итоге три баунти руны для Virtus.pro на нулевой. Честно говоря, могли бы побороться, как мне кажется, за свою баунти, тем более это пришел один всего лишь петух, да, чего его особо бояться. Но решили не рисковать, не представляться. На линии так ему будет тяжело. Кстати, Аскаймак взял себе, да, Конкассив. Таким образом, не получится у него через Аркинболты харасть, судя по всему, там, либо Некровса, либо Найкса. Это хорошо. Хорошо для Гамбит, в первую очередь. Да, ну, конечно, урона тонна. Вот этот измененный Синдербрю кажется каким-то имбалансом даже немножечко. Здесь нет изменений, опять же, потому что они в патче были изначально. И потом, по-моему, в этих апдейтах его не меняли. Но, тем не менее. Да, этого хватило. Этих изменений не хватило, чтобы начали пикать в Брюмастера достаточно активно. Так, ну и что у нас получается? Солочь выводит. Красиво вывел нейтралов на крипов. Ну, и таким образом баланс держится, да? При том, что линия более удобна даже для эпилептикок стоит. Так, размялись соло. Ну, соло в этой карте, я даже не знаю, что ему нужно делать на линии конкретно. Он делает довольно грамотную работу в том плане, что он прогоняет шачло, да? И шачло ничего не может придумать с этим, пока у него... Ему даже крипа не дают съесть, что самое неприятное. Я думаю, что сейчас фрес пойдет, сходит, что-нибудь придумает. Да, так вот, за счет деваура, конечно, вначале, вначале только соло неприятное, а потом, я думаю, что все будет хорошо. Единственный таргет, которого здесь смогут пробивать или убивать, это будет вампайр. Но, опять же, все зависит от ошибок. То есть, будет ли ошибаться пак, если не будет ошибаться, то он должен уходить на арбе. Но, в целом, да, эта линия довольно благоприятная должна быть для команды на Тус Про. Нижняя, вроде как, тоже. Ну, и вот в центре самый интересный такой матчап. Ноуан идет на вайпере 10 на 6. Очень много динает. Курьера Резоля тем временем убивают у нас. ФНГ знатно постарался, правда, может погибнуть за этот момент ФНГ, а? Нет, слушайте. Отходит, фласочку нажимает, отхиливается, но тем временем Дрим уже неплохо размял Резолюшена. Ну, и на этом пока все. Да, в миде что-то вообще прям дикий парасат у снайпера. Я, конечно, понимаю, что у него пока там двух или трех фрейсбандов нет, ему тяжеловато, да? Но, как-то я думал, что они чуть-чуть получше будут стоять. Ну, ничего. Я думаю, что они дистанции, опять же, там возьмет себе мидасик. Мы прекрасно понимаем, что сейчас все берут себе талант на 10 уровне на кулдаун редакшн. Покупаешь мидасик, идешь качать лес и все круто. Больше всего в этом моменте меня интересует раскачка, точнее, не раскачка, а билд Дрима. Ого, еще один Курьер подрезан был. Красиво Вампайр сыграл. Таким образом, смотрите, у нас на нижней линии убили Курьера Резолюшена, на верхней линии убивают Курьера Соло и пока немножко тяжеловато играть Виртуз Пром. Ну, по крайней мере... Ага, JPK в миде. Первая кровь. Но Ван задавил, но это того стоило, безусловно. Есть ТП от Вампайра, возможно, будет размен какой-то. Смотрим. Очень лоу ХП, а но Ван, но Ван, правда, нажимает Ферри Файра, возможно, на развороте еще и Ван Пайра убьет, так как получилось бы. А так и получается, друзья. Это даблкил для Ноуана, отличное ТП. Говорит, Ноуан. И сразу с Типа полетели. Во все стороны, да. Это того стоило. Ну, слушайте, Вайпер какой-то очень сильным оказывается. Каким-то чрезвычайным, я бы даже сказал, сильным оказывается. Возможно, даже неоправданно сильным. Ну, что ж. Прикольно, прикольно. Так, а как он качается? Довольно балансно качается. Карази в скин взял, поездно так себе взял. В двоечку, два в рейсбандика у него есть. 600 монет, опять же, за счет того, что заработал на киллах. Ну, посмотрим. Сейчас ему, скорее всего, придется домой идти, да. Если курьер-курьер уже бежит обратно, то есть он уже принес все, что должен был. Да, придется идти пешком, но Вану до базы шрайнов нет, а это значит, что снайпер немножко подфармит. В целом, да, конечно, красивый момент получился, но чисто по логике это не должно как-то влиять на исход карты. В целом, потому что, да, снайпер подкачается сейчас. Скорее всего, больше не будет такой ситуации, где за ним задайвят и его будут убивать аж под тавером. Ну, хотя, может быть, я и не прав. Тут такая очень крепкая раскачка у Ноу Вана, и он явно намерен продолжать свое давление. Но не знаю, мне кажется, что снайпер сейчас возьмет себе, опять же, пассивочки, промаксит. Будет стоять еще дальше. Будет потихонечку харасить. Если что, уже в этот раз телепортации могут сделать пораньше гамбиты. Да, но есть также обратная сторона, про которую нельзя не сказать. Суппортики. Не самые сильные суппорты в плане того, что если они делают телепорт, они тебя не особо подсейвят. То есть это не дазл, который даст тебе грейф и подхилит. Это не оракл. Это не... Ну, мне найт какой-то, или абаддон даже тот же. Ну, то есть... Окей, они сделают ТП, но что самое неприятное, они даже стан дать не смогут вайпера. Хотя, в принципе, если ФНГ будет делать... Ну, опять же, блин, подхил там очень такой на тоненького ФНГ, кстати, сильно просел по здоровью. Возможно, его убьют. А размен-то будет? Да, должен доковырять дрим сейва. Ну, так получается. Один в один. Замечательно. Хорошо, хорошо. Скоро фейзики у нас появятся у дрима. Ну, и что самое главное, первый свой поинт в счетчике киллов ребята из гамбит получили. Так, вайпер довольно круто агрессирует. В миде я смотрю, что не дает фармить снайперу даже прибрежные леса какие-то. Но в целом по крипам они сравнялись. Понятная история о том, что там как бы даблкил плюс ФБ, Сол и что-то чего. Немножко грустно было Алексею. Кстати, смотрите, как качается пятерка Сол. По итогу Абадон уже не качается через Мист Койла, да? Когда тебе убрали возможность динаиться, ну, точнее умирать с Мист Койла, видимо, уже не особенно как-то популярен билд, где Абадон стоит на линии и постоянно кидает Мист Койла. Ну и вообще, если я правильно понимаю, то у нас почти не харасит Эпилептикида, да? Ну, у него два тангуса все еще имеется в распоряжении. Поэтому, да, есть предположение, что все-таки больше здесь такая пассивная линия у гамбит. Они как бы выносят свое, да, там, думка крипов с Деваура хавает и, наверное, на этом больше и выделить нечего. Так, ну, довольно агрессивно, опять же, себя ведет Ноуан. Я вспоминаю игру с Na'Vi, когда он играл против СФ на линии и вот он тоже выиграл свою линию, потом бегал за СФом по лесу, находил там этого СФ и его убивал. Было круто, реально, Ноуан проделывал довольно важную работу. Сейчас, правда, убивать какого-то снайпера не так-то уж и просто. Да, тут у нас дубл демэдж, с ним полегче, согласен. Но, тем не менее, смотрите, Ноуан теряет много времени, он бегает по карте, ищет какого-то GPK, GPK, тем временем, уже левел 6 апнул. По деньгам разница между снайпером и вайпером, конечно, неплохая, неплохая, 700-800 монет, это довольно вкусно. Но... А, ну, слушайте, ну, не собирает себе GPK пока ранний медас. Прям такой, знаете... Нет раша медаса, только три врайзбанда, тапочка обычная, не ПТшка. Возможно, сейчас пойдет, либо в медас, либо в ПТ, и после этого уже будут какие-то делать выводы. Но, опять же, да, как я и говорил, первую половину игры должны... Первую половину игры должны были ввести у нас в Virtus.pro, они ее потихонечку и забирают. Это все понятно. Я вот больше удивлен тому, что нет стаков каких-нибудь со стороны Gambit. Ну, так сказать, уже седьмая минута, да, пора бы фармить лес, выбивать шмотки, а стаков особых нет. Еще и Doom не качает себе Devour, кстати. Прикольная штука. Не знаю, правильно это или нет, я знаю, что Devour немножко изменили. Ну, как изменили, бафнули, как мне кажется, да, вон там кулдаун с каждым уровнем прокачки. Нет, кулдаун не изменяется, но в любом случае деньги. Да, деньги с Devour всегда были очень приятным таким фактором. 200 монет за крипами, блин, ну это шикарно. Раз в 70 секунд это лучше, чем медас. Так, Dream. Немного просел по здоровью, но это, в принципе, не мудрено, да. Пока не тратил Open Vounds, пришел сюда FNG, очень так вяленько подхиливает Найкса, но можно понять его. Опять же, это суппорт пятерка, Некрофос. Да, вот и первые шмотки, кстати говоря, падают. Кин Оптик нашел себе NoOne. И ПТ-шка у него есть. ПТ-шка, 400 монет сверху. Ну вот, что интересно, я думал, может быть, Атос соберет себе NoOne. Опять же, да, не так много контроля было в распоряжении Virtus.pro. Там где-то очень сильно просел по здоровью Некрофос. Но он живет, это самое главное. Пака, тем временем, угоняют. Да, на варде его видно, есть кулдаун, успеет ли вампайр. А он, судя по всему, успевает. Притом очень грамотно все делает. Рядом Doom. Сол побежал, наверное, побежит под тавер. Нет, вижена не хватает немножко, да. Поэтому решили разойтись миром. Но варды очень крутые у Virtus.pro. Смотрите, один на подходе в лес, другой на линии стоит. То есть они оберегают своего гирокоптера по полной программе. Тут мало того, что и сделать особо гирокоптеру нечего, да. Потому что герои такие в Gambit. Им бы потерпеть, им бы постоять. Ой-ой-ой, как же много урона в Doom залетело. Кошмар какой-то. Чрезвычайно много урона. Правда, Doom разворотится. Смотрите-ка, может быть, разменяется? Нет. Есть щит и 17 хп, а соло выживает. Прекрасная работа от Алексея Солоберезина. Но пока в Gambit вообще ничего не складывается. В миде линию проиграл свой снайпер. Касаемо нижней, там они стоят плюс-минус ровно. Ну, кстати, да, учитывая, что там еще героев потихоньку убивать начинает гирокоптер. Надо отметить, что разница по ценности не такая большая между Найксом и гирокоптером. Даже вот Найкс выходит на передовые позиции. При этом всем они там никого не убивали, да? Ну, это прикольно. Это хорошо. Это говорит о том, что Dream очень много фармит. У него все хорошо. Все в порядке. Что касаемо Viper. Вот Viper, конечно, это большая проблема на данный момент. 4300 Netverse и будет только расти Viper. С ним ничего не поделаешь. Вот что самое некомфортное в данном случае. Посмотрим. Сейчас в ФНГ появится уровень 6, кстати. Возможно, попробуют с косой выйти куда-нибудь. Ребята. Эх, не дотерпел. Ну ладно, там 10 минута. Нужно уже идти либо в ванпост брать какой-то. Вампайр. Прекрасная реакция. Съел Сентрю. Не позволил соло грязь сделать. Эпилептикит забирает баунтируну. Нападение на кого? На Шачло. Есть колдаун. Пришел сюда ноуан. Ну да, скорее всего, Шачло уже не выживет. Тут уже ничего не поделать. Зато ФНГ забрал баунтируну. Тем временем снизу нападение какое-то было на Дрима. Ну, тоже все шатковал. Кому Дрима есть рейдж, поэтому особо его здесь убить не представляется возможным. Что у нас по поводу аванпостов? Забирают оба аванпоста Virtus.pro. Это очень круто, потому что первый экспириенс не получают за эти обжективы. Гамбит, это важно. Кому лопата упала? Снайперу, да, лопата упала. Нормально, баунтирунки будет копать. Кстати, сюда телепортируют с ФНГ, ФНГ с косой. Разминали неплохо так Бримастер. Разложился Бримастер, ну и что, Resolution. Инфест просто от Найкса, да, и на этом все. Вот в этом и проблема Найкса. Он, точнее, в этом и проблема убивать Найкса с такими героями. Конечно, герои-то классные сами по себе, да, Virtus.pro. Это и тот же SkyMak, это и Бримастер. Очень сильные персонажи, но не против Найкса, к сожалению. К сожалению. Надо как-то было бы поактивнее, но немножко на соседних линиях играть в Virtus.pro. А так, у них, получается, Праймал Сплита нет. Они забирают с собой эпилептикидов в Смоук и бегут куда? По двортике бегут. У нас убивают Resolution тем временем. Слушайте, а поймали? И, судя по всему, да, убивают также снайпера в миде. Я даже не понял, как его поймали. Делал ТП, очень агрессивное, безусловно, ТП. А у кого-то Атосик там или что? Нет, его просто разорвало так легко. Да, его просто разорвало так легко. Кошмар какой. Ну, просто он очень ранее ТП делал. Я думаю, может быть, успеет. Но слишком много урона оказалось. Допустим, ладно. Не доиграл немножко GPK. Либо, может быть, у него и не было вариантов. Да, опять же, там конкассив, наверное, замакшенный. Нет, не замакшенный. Ну, ладно. Ну, тогда, мне кажется, мог бы и уйти. Ну, в любом случае, размен есть какой-то. В принципе, неплохо для гамбит. Плюс также медас появится. Это будет хорошо. Так, шачло тем временем как-то уж... Видимо, его загнали прям основательно на этой линии. Да, не стал качать себе дальше Деваур. Если честно, не прям это прикольная штука. Но это говорит о том, что дум будет очень бедным. То есть это не прям круто. И, если я так же правильно понимаю, там же реген, да? Да, очень посредственный реген. То есть всего 10 хп регена у Дума. Это не танк. Это, ну, такое. Хотя, с другой стороны, ему-то, наверное, тяжело все равно выживать. Ввиду того, что очень много магии и бёрст уродного команды Virtus.pro. То есть, грубо говоря, тебе этот хп реген может и не пригодиться. Хотя, мне кажется, что Деваур гораздо профитнее мог, кстати, нежели чем с земельку. Не знаю, он, наверное, убегал, да, на земельке. Не знаю. Не буду говорить, правильно это или нет. Опять же, проигрокам гораздо лучше видится Доту. Так, Солочу нашли. Солочу с ультимейтом. Чуть-чуть на себя навесил. Пошли замедление. Ну что, вампайр поставит? Да, поставил Dream Coil. Ну, Соло бежит, ультимейт нажимает. Ой, а там курьерчик. Вбили курьерчика. Есть Ассинейт. Ай, коса еще имеется. Ну, и ФНГ дает. Косу, правда, не убивают Соло. Главное, что ФНГ погибает. Тем временем, на нижней линии у нас Шачло убивает Брюмастера. Но это еще не конец. В миде заварушка не окончена. Судя по всему, вампайр. Нет, отходит. Значит, окончено. Да, не прям все хорошо складывается пока что. Хотя, как не хорошо. Слушайте, они убили тройку. Потеряли своего суппорта пятой позиции. Да не, офигенно все, мне кажется. Да, рулет уже готов у Найкса. Мы видим, что дальше идет дезолятор дефолтный. Вроде как билд уже для этой меты на Найкса. Это замечательно. Я просто несказанно счастлив. Собирают себе правильные слоты, ребята. Делают все верно. Не без пейса, так скажем, да. Не без пейса. Так, Шачло. Не захотел пойти забирать на ванпост, да? А зря, кстати. Можно было бы сейчас сыграть, скажем так, гениально на этом моменте. Ну, страшно, конечно, что там тир-один вышка. Страшно, что на ванпост тоже телепорт можно сделать. Но, опять же, 15 минут на подходе. Можно было лишить Virtus.pro экспы. Ну и плюс на себя забавить внимание. Не знаю, мне кажется, это того стоит. Тем более, учитывая, куда сейчас выходят сами Virtus.pro. Смотрим. Да, четыре героя на нижнюю линию стянулись. Рейдж потратил дрим. Но он делает ТП на базу, да, все правильно. Все гениально, я бы сказал, делает. И забирает теперь уже ванпост на верхней линии Doom. Понимает, что, скорее всего, пойдут сейчас, да, захватывать соседние ванпосты. Надо бы себе уже хотя бы экспу оформить. Ну да, Resolution купил себе. Доминатор. Тоже очень привычный для него этот артефакт. Каждую игру, сколько я видел, Resolution на Brewmaster собирал себе этот артефакт. На Brewmaster, на Beastmaster он его собирал, поэтому привычная шмотка, да. У нас сетка, тем временем, падает для гирокоптера. Ну, понятное дело, он ее отдаст кому-нибудь. Что по артефактам вообще интересно ванн? Ironwood 3. Есть также геноптик. И все, да. Ну, больше особо ничего у ВП и нет. Такого сверхинтересного. Ну, а касаемо... Касаемо Гамбит, хочу там отметить только лопату, наверное, интересную, которая позволяет тебе выкапывать баунтирунки. Ну, и там еще тоже геноптик имеется у Пака, который, кстати, умирает, судя по всему, в мире, да. И параллельно пушит у нас также ВП центральную вышку. Должен ее забирать под ободоном. Ну, а вот касаемо... Гамбит... Нет, пока никаких стычек. Кстати, интересная штука. Купил себе NoOne Молнии. Это говорит нам о том, что, скорее всего, NoOne будет играть... Ага, забанился на себе кэмп. Будет играть в такого... Вайпера физурона, что ли, или как? Да не, Вайпер, мне кажется, вообще невозможно играть в физурон. У него все способности магические дэмэдж имеют. Пришел сюда Вампайр. Поставили Dreamcual. Дали Doom, кстати говоря, Вайперу. У Вайпера серьезные проблемы. Его убивают. Так. А что будет дальше? У нас соло ультимейт заканчивается. Проблемы у Вампайра. Его должны убивать. Но, что самое главное, соло-то не выпустят. Коса полетела, да. Это размен 2 в 1. Это выгодный размен для команды Gambit. Слишком легко. Пока дается эта карта для Gambit. Не знаю. Если честно, я не поддерживаю выбор NoOne, потому что, мне кажется, нужно было бы какой-то пайп быстро взять. Тем более, смотрите, Резоль не покупает себе пайп. Он купил Доминатор. Он купил... Ну, точнее, имеет выход в Блинк. Вадя не на сейве такое себе. Он делает ТП, спасается. Так, а как вообще защищаться против всего этого? Где помощь искать? Сейв вообще Атос делает. Ну да, это было, наверное, самое такое понятное, самое правильное. Я думал, что Вайпер сделает Атос, если честно. То есть, быстрый Атосик, это больше контроля. Вот. Ну, или я был уверен в том, что там Вайпер пойдет по какому-то такому, знаете, старому билду на, опять же, агрессию, да, на буст тимфайта. Это пайп, это, думаю, Гвардиан Гривсон себе возьмет, у них там Брюмастер, да, ДПС будет носить гирокоптер. Ну, то есть, в 5 на 5 вроде как выглядит, наверное, неплохо. Ну, посмотрим. Пока, если честно, не особо внушаю доверие. Ну, наверное, Вайпер с таким билдом сможет, опять же, больше урона вносить в файте. С БКБшкой он будет жить точно в файте. Ну, и, соответственно, нажимать на кнопки. Ну, ладно. Посмотрим на дистанции, правильно это было или нет. Да, Дезолятор приехал, тем временем уже к Дриму, замечательная штука. Дрим у нас, если что, тем временем вышел на топ-1 Этварсон. И как же он очень активно луцает крипов. Я просто никак не могу привыкнуть к тому, что теперь у тебя с фистов скорость атаки дается на Иксу. Ну, раньше эта скорость атаки получалась за счет того, что ты нажимал рейдж, да, и там был буст. Сейчас это все гораздо проще. Сволочи выцепили в миде, есть Ассасинейт, косу будут льдовать. Нет. А косы нет в распоряжении. Ой, там еще и Курьера забил ФНГ. Как-то у ВП эта карта не ладится, знаете ли. Совсем прям не ладится. Форстав появляется у нас у Снайпера. Шикарно. Ну, слушайте, пока моя аналитика работает на 10 из 10, я не знаю. Преимущество в нулях, 18-ая минута. Должна была быть ранняя агрессия со стороны Virtus.pro, ее нет. А что делать дальше? Лейт перспектива совсем не радужная. Ну и походу пока все идет к тому, что Гамбиты свою первую карту отвоюют. Да, Мека уже готова у нас у Некровуса. Это, конечно, не 10-ая минута, это 18-ая. Но, я так понимаю, появилась она пораньше. Это я просто только сейчас заметил. Ну, все же. Так, чего у нас тут еще есть? Пику собирает себе Снайпер. Ну, вот, кстати, вот это не очень клевый артефакт, потому что надо было бы в ДПС выходить. Сейчас... Ну, я понимаю, что у Найкса больше всего урона имеется с руки, да? Это Найкс с Дизолем, с Армлетом. Ну, блин, а какой смысл-то в Снайпере? До тебя все равно никто не доходит. Хотя, наверное, нет. Наверное, он все-таки прав, потому что там есть Скаймак, который купит себе рано или поздно АТОС, да? И плюс-минус там как-то фиксация будет ввиду того, что панды бегают. Панд не остановить, да? Вот, возможно, как-то от этого хочет себя уберечь Снайпер. Но тогда лучше всего БКБ работает. Как бы, ну... Хотя первым слотом БКБ после Мидаса брать на Снайпера, наверное, это не очень хорошее что-то. Но я был бы больше рад, если бы взял себе Джипи Кейм. Хотя бы Молнии, понимаете? Ну, просто Молнии. Это бустит тебя немножко по фарму, да? Там ты крипов быстрее убиваешь за счет Молнии вылетающих. И врагу противнику ты наносишь хоть какой-то ДПС еще тоже. Ну, хоть как-то это будет работать. Ну, ладно, ерунда. В принципе, ничего сверхъестественного. Я думаю, что либо Молнии, либо какой-то дальше артефакт на урон появится, безусловно, у Снайпера следующим артефактом. Но пока остается только немножко подождать. Двадцатая минута. У нас появляются... А, слушайте, а у нас не успела команда Virtus.pro захватить и ванпост снизу. Солокэш шел, захватывал, да. Баунти он забрал, но при всем при этом экспы лишились. На двадцатой минуте у нас Virtus.pro потеряли свою Т2-вышку. Ну, че-то такое. Да, они, конечно, разменялись в Тавер снизу, если я правильно понимаю, но в любом случае это немного не то. Ну, из позитивных моментов для ВП хочу отметить, что пока ни одной баунти руны не забрали гамбиты. Но зато забирают соло. И вот это уже действительно приятно. Еще и в миде убивают гирокоптера. Ну, че-то совсем какой-то тильт в передвижениях ВП. Их просто ловят по карте. При том, что они сами представляются. Зачем ты вышел? Соло наверх, когда там Тавера уже нет. Ну, в принципе, ладно, бог с ним соло. Поймали эпилептики, да. Его вы сейчас думаете, за что, типа, за то, что он ошибся. Вот так вот. Вот так вот и сыпется Virtus.pro. Уже 2000 за гамбитами. Дальше будет только лучше. Нападение на Найкса. Ой, Найкс под Сайленсом не успел нажать рейдж. Своевременно. И помочь ему не было возможности. Был бы какой-то снайпер рядом. Да, может быть, на форске и спасли бы. Проблема у пака. Арбан на кулдауне. Да, стики даже нажимать не решился. Бывает. Бывает. Случается такое, да. Но ничего страшного. Неприятно только, что потеряли Найкса. Вот это действительно неприятно. Это уже ошибка от гамбит в первую очередь. Потому что они вроде как сделали очень крутой мув. Да, они убили в миде... Они убили в миде тавр. Они убили также того же Эпилип Тикида. Но при всем при этом... Как-то пока, видимо, заканчивать не хотят. Эту карту на уверенных ощущах. Хотя в целом я смотрю, что... Что они вели 2000, что на фидели ведут 2000. Ну, то есть такое... По пику было сразу же. Так я тоже сказал, что должны выигрывать гамбиты. Ну, тут прям супер очевидно. То есть даже моих умений в анализе в доте текущей хватает, чтобы сказать, что драфту гамбит намного лучше. Так. Ну, что же. Пика готова. Да, и вот дальше молнии собирается. Это же пике. Ну, окей, допустим. Нормально. В принципе, хотя бы один форсик на команду есть. Да, вот опять же против таких неприятных случаев, как сейчас с Найксом приключился. Форстав это вообще замечательно. Собирает, правда, себе Тараску сразу. Найкс. Оу. Вообще это... Ну, я заметил давно этот Тараск. Но я думал, может быть, передумает. Возьмет себе что-то типа... А что ему здесь лучше всего взять? Кирасу? Или нет смысла? Не, ну да, плотность это хорошо. Тараска норм. Особенно на Найкса. Он же все-таки силовик, да. То есть ему еще и урон будет идти. Это клево. Так, Резолюшн. Пошел. Он нападает на Дрима. Куда ты прыгнул? В Соло? Прыгнул? Серьезно, Резолюшн? Ладно. Понимаю. Понимаю. По-моему, веб-проблема. Серьезная проблема с коммуникациями. Это так нелепо выглядело. То есть команда настолько далеко была. Да, вишена не было. Прыгал в темноту. Но, опять же, ты прыгаешь на треугольник. Что-то ВП поплыли, походу. Я не знаю. Реально, какие-то очень странные мувы делают ВП. Если еще как-то оправдать, там, то, что погиб эпилептикит. Да, он там пришел на свой треугольник. На Вардике, собственно, его поймали. Гамбит. Ладно, к этому еще можно, там, как-то придраться, да. Но, блин, что сейчас сделал вообще Резолюшн? Как это работает? Как это должно работать? Так, там, на кого-то напали. На кого? На Наикса напали, кстати. А у Наикса-то серьезные трудности оказались, да. Вот я думаю, что в этой карте Дриму надо было бы какую-то, может, не манту, но что-то типа того взять. Ну, БКБ манту. БКБ лучше, наверное, даже выглядит. Просто Тараск сразу, мне кажется, она даже не особо поможет ему. Хотя сейчас он почти пережил. С другой стороны, там Атос. Ну, то есть... Может быть, в следующий раз его и не выпустят уже из точки, из контроля. Ну, вообще, конечно, да. Начнем с того, что Наикс должен на реакции всегда успевать нажимать рейдж. То есть, мы же смотрим про доту, правильно? Так, забирается ванпост, да, своевременно. Да, хорошо, 24-ая минута, 40 секунд. Так, а там Рошан мутузит тем временем в Виртуз Про. Окей, хорошо. 10 секунд до появления Наикса, но, похоже, что успевает. Виртуз Про запрыгивает туда вампайр, должен погибать, и БКБ потратил на ван, к слову. Раскставался Resolution, подняли вверх у нас Дума пока, из-за кого там за снайпером бегут. Не особо получилось, ФНГ, на лоу-ХП летит сюда Наикса. Это стоит того, хотят принимать бой за спадагомбиты, да. А, кстати говоря, похоже, и получится-то. Забрали по два суппорта только у них. Виртуз Про, и что будет? Ничего не будет. Да, Соло уходит, Vision не хватает, хотя могли бы Assassinate пытаться сбить ТП. Ну ладно, в любом случае, хороший момент для ВБ, безусловно, очень хороший момент. Они забрали АЕДИС, они убили двух сапов, байбеков не было, но при всем при этом АЕДИС есть. То есть, это задел на будущее, что самое главное. Соло из леса было? А, ну тогда очень круто сыграл сейв. Ну ладно. Я не знаю, просто насчет Тараски, насколько это, ну, действительно поможет. ХП у него будет больше, безусловно, но там рассказ-то довольно мощный. Ну ладно, в принципе, это нормальная тема. Тараск, Сатаник, что-то такое сойдет. Просто он два раза умер, очень дорогой артефакт собирает. Ну да ладно. 10-14 у нас пока счет, 26 минут. Кстати, довольно долго идет эта карта в сравнении с теми, что мы видели раньше. Ну то есть, как правило, у нас 25-35 СНГ карточки заканчивались, есть только продолжительного какого-то такого не было за дело. Так, сейв погиб, а где он, что он тут делал? А, он, наверное, хотел кого-то пиковнуть, да, с Атосом на Скаймаде. Есть в этом смысл. Ну, плюс варды, наверное, ставил, да, что не самое. Здесь последнее. Так, кому-то отдал Абадон шлем, кому-то отдал шлем. А, вижу, бремастер, нормальная штука, да. Я, правда, затестил, опять же, как работает шлем. Я тестил это на основе ультимейта в Рейс Кинга, там примерно один и тот же ведь эффект. Так вот, когда тебя убивает герой, и у тебя срабатывает этот эффект, ты можешь разложиться на бремастере, но ты все равно погибнешь, как только у тебя закончится вот этот вот эффект неуязвимости. Поэтому... Ну, такой момент, знаете ли, шлем бремастеру давать, наверное, не самая хорошая идея. Так, находит у нас паучьи лапки, тем временем, эпилептикит. Да, также нам подогнали паладин сворд для Найкса. Ну, кстати, это офигенно, по-моему. У него с фистов там какой-то лайфстил имеется, здесь лайфстил имеется. Чупикей, а что тут забыл. А у него БКБ есть, он байтит, они сейчас могут подраться здесь, если подтянется сюда вся его команда, они уже рядышком. Кстати, не хватает только одного Дрима, засадились или пака. Есть какая-то поддержка, там с параллельной стороны у нас нападение на ФНГ. Неплохо пока контролят Шачло. Шачло вышел из циклона, нажал дум просто на гирокоптеров, все неплохо. Пока складывается ли Гамбит, Гамбит теряет своего суппорта пятой позиции или не теряет. Он только сейчас умирает, он очень долго жил. А это только суппорт Некрофос. Выходит также из циклона Лайфстиллер. Лайфстиллер готов драться или не готов. Он под Сайленсом просто ничего не может сделать. И Тараск ему не помогает. Слишком много дизейблов и слишком много прыть пока. Прыть очень много от Virtus.pro. Да, забирают также Дума и это минус 3 в размен на 0. Прекрасный файт у Virtus.pro. Очень плохо дерутся Гамбит. То он не хватает Найкса, то не хватает теперь уже там то ли снайпера. ДПС снайпера не хватает. Тогда у него БКБ, у него Мидас, у него Пика. А что это вообще такое? Что это за билд? У него раз защитный артефакт, два защитный артефакт, Мидасик на буст. ДПС не хватает у снайпера. Капитально не хватает ДПС у снайпера, поэтому они не могут ни одну драку вывести. Был, наверное, расчет на то, что будет танчить и при этом наносить какой-то урон Найкс, да, под рейджом. Но его рейдж, точнее, за рейдж он не убивает там многих героев. Они все переживают это дело. Спасибо Соло, скорее всего, за это. Но, тем не менее, проблема очень серьезная как раз сейчас у Гамбит. И выходит в агрессию у нас в Virtus.pro. Давайте смотреть, чем это закончится. Конечно, ситуация очень странная. Я такого снайпера давно уже не видел. Очень уж как-то на сейв у нас собрался. Джпк, ну ладно. Что поделать. Молнии приобретает снайпер. Вот, потихонечку, хоть как-то будет у нас наносить он урон. Ну, с одной стороны, ладно, как бы, да, здорово, молодец. А, или нет, он не купил молнии, он их продал обратно и купил... Ничего не купил, просто 3000 на руках имеет, думает насчет Фляя. Ну, блин, Фляя-то... Ну, Фляй тоже хоть что-то будет делать. Но я вообще за Криты, если честно. То есть, у него... Я бы еще Сатаник купил, но вот Криты, Сатаник, Молнии... Блин, это шикарные артефакты. И плотность тебе дадут, и все остальное. Там даже урона гирокоптер наносит гораздо больше, нежели чем снайпер. Нелогичная какая-то сборка, если честно. Ну, ладно. Подождем еще немножечко. В принципе, опять же, сходить на ХГ, ВП не могут. Да, они, конечно, молодцы. Они заставили соло прокачать пассиву, там, на раннем этапе. Поэтому они сломали очень много товаров, заработали какое-то преимущество. То есть, мы в целом посмотрим на графики, мы видим, что все в нулях, да. По ценности ничего нет в плане преимущества. По опыту тоже там... Ну, ладно, нет, по опыту довольно много. Вы, на самом деле, ведут ВП, это последние файты, как раз привели к этому. Да, и Рошан тоже, Рошан, не забывайте. Ну, да ладно, посмотрим. Смакиронс разбивают гамбиты, правда, вновь они без снайпера идут. Хотя, зачем он нужен, если он ДПС не вносит? Так, у блинка есть... У Думы есть блинк. Почти, почти, да. А там дабл демош у гирокоптера, ух ты ж. Не хотел бы я нарваться на такого гиру. Увидели соло, но соло не самый такой таргет, приятный, чтобы нападать на него. Так что у нас Нолан купил. А, он тоже, кстати, фляй выходит. Ну вот. Там у того же теперь и вайпера очень много урона. Но у него и так было много урона. Он изначально купил себе молнии. Вот вайпер, это вообще супер клевый билд имеет. Вот вайпер такой же билд... Точнее, снайпер такой же билд, как у вайпер. Это было бы 10 из 10. Там кого-то нашли. Это у нас опять Дрим стрелял. И, судя по всему, его не выпустят из контроля вновь. Не помогает Тараска ни в коем случае. Да, там заткнули, конечно, гирокоптера. Но это все ерунда. У нас Шачлопот БКБ делает ТП на базу. Раскоставался, конечно, Резолюшн. Но... А, да, они убьют... Они убьют Некрофоса. Это того стоит. Безусловно. Минус 2 героя у нас оформляют в Virtus.pro. Я так понимаю, можно будет сейчас попробовать зайти на ХГ. Пока 60 секунд не будет Дрима. Что самое примечательное, у него байбека не хватает. В этой карте 200 монет ему не хватает. Да. Ну, прикольно, прикольно, да. Фляй тем временем приехал для снайпера. Сколько у него урона? Давайте посмотрим. 200. 220, 230 там где-то. Но это... Вот, ладно. Ладно, он следующим артефактом собирает себе Дейдласс. Но он не будет его собирать. Он возьмет МКБ себе. Я думаю, что увидев Ляй на Вайпере, по-другому нельзя никак сыграть. Так, Рошан еще не скоро появится. Еще основной таймер идет. Но гамбиты понимают, чему все это дело идет. Так, так, так. Ну и что же Найкс? В этой карте, конечно, капитально сложно. Найкс он. Да, вот теперь он решил манту покупать. Казалось бы, а что сразу-то не взять манту? Тараска это... Зачем она нужна была? Ну что, я так понимаю, плану гамбит затерпеть. Они уже проворонили свой шанс на камбэк. Да, вот мы видели, что где-то в районе 20-й минуты, 20-й, 22-й, 23-й минуты они очень были близки к тому, чтобы завоевать преимущество. Опять же, по драфту у них все вообще к этому шло. Но хорошее действие, очень активные файты от ВП приводят к тому, что сейчас ситуация крайне нестабильная. Что там по поводу Рошана? Минута 40, но такое. Так, смакет гамбит, попытка нападения на нового она будет, дум выписали, застанили. Ну и, судя по всему, должен умирать у нас быстрый нун. Да, его забрали, соло-сделал кэш-тп. А что, они хотят не драться с гамбитами? Там без вайпера так-то можно неплохо файт устроить. Они боятся, что у него есть байбэк, и что он вернется в драку сразу, только-только дайте повод. Как говорится, ну ладно. Там сатаник тем временем появляется уже у гирокоптера, и это офигенно. Гирокоптер серьезная проблема. Теперь, если изначально был большой бедой вайпер, теперь уже и гирокоптер из себя кое-что-то представляет. 3000 здоровья практически, это вам не шутки. Так, пак, хорошо, ушел. Красиво. Так, не передумал там снайпер? Смотрите, пока 2700 на руках, и все еще хочет себе криты. Ну, криты это клевый артефакт, я не спорю, вообще шикарный, да. Атакс пид у него 0.40, нормально. За счет фляя, за счет медаса, все есть. Клдаун, в рашпид, прочекали, ничего нет, в рашана нет, людей там нет. Но выстраивается гамбит, да, уже потихонечку понимают, что именно туда ему надо идти. Дрим Койл появился на супака, думаю, правда, все так же в распоряжении шачло нет. Эпилептикит, БКБ, успеет ли нажать, нажимает БКБ, Сатаник и отжирается, конечно же, да. Нападение было неплохое, но что делать дальше? Эпилептикит, очень много дэмэджов Дрима закинул, подхил от ФНГ. Готовы продолжать бой, судя по всему, сейчас гамбит, они готовы драться, пока нет вайпера, но вайпер лестницы через секунды буквально щитные. Летит на шрайн, и что хотят делать гамбит? Терять своего, судя по всему, ФНГ. Да, полетел дэмэдж, минус ФНГ, и что самое примечательное, байбэк у него отсутствует. Это 4 минуты таймера, это 3 Рошан для команды Виртус Про, вот что самое главное. Очень плохая драка в исполнении гамбит. Ну, то есть, план был понятен, да, очень простой. А, подождите, здесь еще не все, Дрим Рейдж нажал, забрали у нас Аидис Рошана Виртус Про, плюс Аидис для Ноуана. Там размеры неплохо соло, но при всем при этом нападение идет на Дрима, Дрим, если у него рейдж какой-то, в циклон подняли Дума. Пытаются законтролить опять же Найкс, и да, слушайте, его получается законтролить, ракетка залетела, вторая, это минус Найкс. Кошмар какой. Вот вам и драфт посильнее, да. Так, ну и 35-я минута игры, если что, баунтируны там появлялись какие-то, что самое любопытное... Что самое любопытное, не заработали у нас... А, нет, заработали, заработали какое-то количество опыта обе команды. Я уж думал, там, и OnePost, что один, что второй принадлежит Виртус Про, но только сейчас они забирают второй, баунтируны все законтролили. Да, но это было очевидно, что он возьмет себе манкинг-бар на снайпере, понятно. Нужен был хоть какой-то ДПС, на самом деле неважно, криты, какой-то МКБ, хоть что-то просто. Учитывая, что у снайпера нет молний, играть в эту доту нереально. Кто-то у нас там где-то умер. А, вампайра поймали. Очень грязную работу оформляет сейф. Ну, что поделать. Противник ошибается, надо наказывать, да. Заходим у нас пока в милишный барак, господа Виртус Про. Потратили глиф. 20 секунд до респаунтайма. Наикса байбэк у него имеется. Но вот при этом байбэка у пака нет, там 400 копеек не хватает, это плохо. Суппорт пак бы сейчас мог бы импак какой-то внести. Без импакта сложно. Так, центральную линию сломали, а идицы также имеются у вайпера. Можно потанчить, можно остаться подраться, тем более, что там два героя мертвых. Один из них Ресец, конечно, но все-таки. Нет, решили не рисковать, там телега добила по итогу рейнджовую казарму. Окей, центр полностью сломан. Хорошо, Виртус Про возвращаются в игру у нас официально. Они не то чтобы и проигрывали очень много, но тем не менее. 6 тысяч, по опыту вообще 30-ка. Очень стабильная, пока график по опыту идет для Виртус Про. Большие молодцы. Да, там какой-то гем дропается. Айфенг, я купил себе гем. Вот, хорошо. Так, что нас ожидает? А, он криты взял на снайпере. Это улын какой-то. Ну ладно, криты это, если честно, артефакт, который круче смотрится, нежели чем МКБ на снайпере. Давайте говорить откровенно. Больше урона это лучше. Другой, правда, фактор больше заключается в том, что там, как бы, одна бабочка, другая бабочка сейчас будет. И попробую попади еще с этими критами. Ну ладно. Видимо, немножко тильтуются гамбиты. Как-то... А, там дума БКБ нажал. Ну, в общем, да, вы понимаете. Вы понимаете, к чему я веду. Напряжение, так сказать, нарастает. Да, матч все-таки очень важный. Пусть это и первая карта, но тем не менее. Дело это у нас ТП на базу с Каймак. Какой же он богатый, это просто кошмар. У него 25-го левела еще нет, то есть он не взял талант на деньги себе. Но при всем при этом смотришь на его артефакты, они какие-то гениальные. И сетка есть, и атос имеется, и лотар уже купил, и травела есть, чтобы вот такие вот таргеты цеплять, загульные, как пак в прошлый раз, помните, да? Ну и что, эпилептикид с компанией готовы, судя по всему, по нижней линии будут сейчас зайти. Сатаник купил себе вайпер. Так, нападение на ФНГ. ФНГ Грифси нажал, вроде как живет, это самое главное. Пошел рассказ от эпилептикида. У него дабл демош на руках, поэтому он огромную проблему из себя представляет. БКБ нажал, проблема ФНГ, ФНГ погибает без байбека. На секундочку. Дум выписали в гирокоптера. Наверное, соло, если что, подхилит, я думаю, чуть выпишет, да? Ну да. Так. И отправляется у нас после окончания Дума, этого самого Виртус Про, на нижнюю линию. Понятное дело, сделали они хороший минус, развили на способности соперника, Дума нет. ФНГ мертвый, ну, собственно, еще бы и нет. Сатаник имеется, Едис до сих пор присутствует. Не знаю насчет Сира. И сыр тоже есть у Ноуана, да. Да вообще все шикарно. Вот эпилептику отдали сыр. Стоят они, просто разваливают бараки налево-направо. И JPK ничего не может сделать. Равно как и Дрим, на самом-то деле. Подойти, как-то нажать на кнопки, не получается. Так. В Лотус ракетки, конечно, неплохо залетели. Ну, соло поможет. Да, хорошо. Так, в Рапиру выходит JPK дальше. Есть подозрение, что Рапиру там, по-моему, немножко изменили. Да, давайте-ка посмотрим. Там, по-моему, Трустрайк теперь есть на Рапире. Да, да-да, пассивная способность Трустрайка, атаки без промаха. То есть, возьмет себе Рапиру JPK и, возможно, действительно, станет полегче играть в эту доту в команде Гэмбит. И ДПС будет больше, и криты помощнее. То есть, ну, в принципе, да, купили... Если как-то дотерпят Гэмбиты до момента того, где не купят Рапиру, не исключен шанс, что они за один файт просто пойдут и сломают урон банально. Но все зависит будет от ВП. Какие позиционки будут, как они будут играть в доту. Еще и 125 к дальности себе берет по итогу у нас снайпер. Да, если я правильно понимаю, то не повезло немножко Гэмбитам в плане дропа айтемов. Там шикарная шмотка имеется для снайпера. Вот этот вот лук имеется крутой, который дает тебе плюс 100 к дальности. Но немного не срослось. Да, вот, кстати говоря, 18 к силе, 60 к урону. Хавок Хаммер падает у нас для лайвстилера. Правда, атак спит немножко страдает из-за этой штуки. Ну, знаете, если он хотя бы нажмет какую-то там правую кнопку на героя, ну, то есть замахнется хотя бы, это будет уже успех, потому что последние файты проводились немножко так себе. Для Дрима, по крайней мере. Ну, ладно. Что с Гэмбитами? Да, может, первая карта разминочная. Не знаю, очень много ошибок, безусловно. Они не могут себе, не должны позволять себе так играть, но... В целом, со снайпером можно попробовать перевернуть еще эту карту. Сомнительно, конечно, что получится, но это не невозможно. Ну, вообще, да, по логике вещей такого быть не должно. Конечно, должны были они получше выступать. Мы видели, что на 20-21 минутах игры Гэмбиты выходили вперед, даже по деньгам, по опыту, и это должен был быть как раз переворотный момент. Ну, что-то как-то вот. Так, ну что, Найкс. Что-то совсем у него как-то не густо по слотам, и Тараска, и Манта, и тут вроде как Армлет имеется, и в сумме, если все это приплюсовать, у него вот 3 800 здоровья, а толком-то это особо и не помогает против того же, скажу, с магом. Так, Фликер нашел себе No1. Давайте глянем, что еще по слотам есть интересного, тех же Virtus.pro. Кираса появляется у Бримастера, да, здорово, кстати, сыграно. Кираса, Пайп, ну, очень клевые слоты, да. Да, сильнее скаймаг не становится, он апнул 25-й лавел, уже 26-й даже, и, собственно, там, ну ладно, на ГПМ очень крутой, он дальше фармит себе Хекс. Если немножко подзатяну, то, в принципе, все будет у ВПМ. Так, смотрим, тут какое-то нападение, инфест в Дума произошел. Так, нашли Resolution, хороший Dream Coil, нападение быстрое такое на Панду, и убили ее, он выкупается, кстати, тут же соло-вольту потратил. Но Dream Coil'а нет, Дума нет, стоят в хорошей позиционке, вроде как гамбиты, и если есть Вижен, то можно, в принципе, и подраться здесь. Эпилептикит, нападение на него, очень много дэмэджа, Сатаник нажимает Эпилептикит, пытается развалить как-то лица, но там столько критов, кошмарно много урона от Снайпера, справляется ДжПК, но ДжПК очень больно, ДжПК нужно помочь. Он нажимает БКБ, но БКБ заканчивается, и отступает команда Гамбит, тем временем раскладывается Resolution, должны будут найти ДжПК, ДжПК до сих пор еще не сделал ТП на базу, у него Рапира, его нельзя терять! Его поднимают Циклон, и, конечно же, его не отпустят. Это минус ДжПК, БКБ у него не имеется, поймали также Дрима, и это, кажется, конечная остановочка для Гамбит в этой карте. Хотя, может быть, еще и нет. Просто 5 живых героев в Virtus.pro, им надо скоординироваться, и у них получается все. Делает ТП на базу, Дрим, но надо бы сбить как-то, сбить не выходит. Но, последняя линия, друзья, последняя линия в распоряжении Гамбит остается, и ее сейчас будут ломать в Virtus.pro, это даже не обсуждается. 5 героев против, сколько тут, 2 героя на защите, есть, конечно, 2 БКБ, они сделают эти 2 БКБ, но Рапиры нет. Кому Рапиру отдали? А, Курьер забрал Рапиру, кстати. Ну, беда только в том, что Снайпер мертвый, а без Снайпера Рапира не работает, поэтому деф не получится. Так, у нас куда-то что-то пошел Скаймак, его убили, да, его убили, вроде как. Тем временем, правда, погибает Дум, который вот только что выкупался за Дримом. Небольшая погоня. Но Дрим выигрывает немного времени, это, в принципе, единственное, что здесь хочется выделить. Хорошо. Ракетка залетела, потихонечку бараки падают, последние. И ВП их забирают. Прекрасная игра от команды Virtus.pro. Медведи первый поинт забирают в этой серии, судя по всему. Так. Но пока не пишут Good Game Well Played Gambit. Подождите. Может быть еще и по дефе. 20 секунд до Снайпера, Рапира лежит на базе, но нет. Слишком много урона уже по Эншенту. Откидывается пока кнопками. Дрим пошел кого-то грызть, но это все ерунда. Good Game. Победа команды Virtus.pro на первой карте. Все-таки такое перевернуть было уже очень сложно. Слишком много было потеряно раннего преимущества. Преимущество Gambit'ами. Даже хороший драфт им пока особо не помогает. Ну и Рапира тоже. Такие дела.